Портреты и пейзажи из России и Франции. Экспозиция «Солнце на палитре» раскрывает разные этапы жизни Натальи Бритовой. Писать она начала в 16 лет. Первыми работами стали натюрморты. Они были написаны под влиянием отца, основателя Владимирской школы живописи, народного художника России Кима Бритова. Увидев у дочери талант художника, он стал прививать ей свои художественные принципы. Сначала он не думал, что я стану художником. Никто даже не подозревал. И по первым работам он понял и начал уже свои творческие задачи ставить передо мной. Как достигать вот этой яркости цвета, сочетанием контрастных цветов, положенных рядом, не мешать много цветов в одном мазке. Потом последовало обучение в Московском художественно-промышленном училище памяти 1905 года и Государственном художественном институте имени Сурикова. К этому времени относятся портреты. Их цветовая гамма более темная. Впоследствии Наталья Кимовна выработала свою манеру письма и верна ей до сих пор. Большинство работ последних лет – пейзажи. В них Наталья сочетает Владимирскую школу живописи и французский импрессионизм. Чем отличается импрессионизм? Он раскладывает один цвет на много оттенков. А Владимирская школа, наоборот, стремится обобщать плоскостные сочетания больших пятен. Таких композиционных, больших цветовых декоративных пятен. Я же стараюсь яркость, вот эту декоративность и все равно раскладывать на разные оттенки, потому что я очень много оттенков вижу, как французы. Всего на выставке 162 работы. Большинство написано в путешествиях по России, Сербии, Черногории, Италии, Франции и другим странам. Также в центре ИЗО открылась выставка супруга Натальи – Александра Захаренко. Называется она «Сны о России». Родился и вырос Александр в Беларуси, но позже переехал в Россию и здесь нашел вдохновение. На выставке пейзажи из разных городов России. Это как бы места, где я был, где помню эти места, иногда снятся эти места. Там не то, чтобы места силы, а куда ездят художники, куда нас звали на пленеры, куда сами художники ездят. То есть Уржум, Великий Устюг, Вязьма и разные другие места России. Источником вдохновения служат для Александра и Владимирская область. На выставке его пейзажи из Мстера Собинского и Петушинского районов Суздаля в планах художника написать несколько пейзажей Владимира. Увидеть пейзажи России и не только, и познакомиться с двумя совершенно разными художниками Владимирса смогут до 4 апреля. Анна Столярова, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова